Эфир на канале ТВК продолжит программа «После новостей». В студии уже Ольга Тепляшина и ее гость. Сегодня это общественность Наталья Подоля, которую приговорили к 150 тысячам штрафа и 20 тысяч рублей за моральный ущерб полицейскому, которого Наталья коснулась ногой. Оль, у меня вопрос про планы, Наталья. В этом плане есть Краевой суд, есть потом Верховный суд. До Европы дело может дойти? У меня как раз запланирован, кстати, Илья, такой вопрос. Я думаю, что мы все узнаем в ближайшие четверть часа. Добрый вечер, в эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Сегодня суд вынес приговор общественнице Натальи Подоляк за то, что она пнула полицейского на митинги, пытаясь заступиться за другого человека. Наталья, сегодня в нашей студии. Добрый вечер. Вы чувствуете себя преступницей? К сожалению, нет. А кем? Ну, кем и была, тем и остаюсь, в общем-то, человеком, который надеется, что справедливость все-таки когда-то восторжествует. Вы написали в соцсетях сегодня, что ожидали более жесткого приговора и даже были несколько удивлены. Вы реально собирались в тюрьму? Да, я рассматривала такой вариант. Я не очень удобный человек, и я посчитала, что власть этим должна воспользоваться, и как минимум, пока идет универсиада, может быть, имела смысл мне заключение выбрать как меру наказания. А, то есть вы даже пытались найти плюсы в этой вот некрасивой ситуации? Ну, а как по-другому это быть? Мы с вами поставлены в определенные рамки, и в них вынуждены жить. То есть воспринимать это все серьезно, можно сойти с ума. Но приговор-то серьезный? Приговор серьезный. Действительно, сумма нешуточная. Максимальная сумма там 200 тысяч рассматривается по этой статье. Прокурор просил 170. Ну, вот судья была так снисходительна и снизила ее до 150. Но 20 все равно моральный лет. Но 20 моральный, она подтвердила Данилову по сомнительной физической боли, как мы с вами видели. То есть мне-то вменили обвинение за голень. То есть мы с вами все видели то видео, где голени я его так и не коснулась. И в материалах дела, в обвинении судья посчитала мои доводы необоснованными и ничем не подтвержденными. А штраф в данном случае это лучше или хуже того, что реально могло бы быть для вас? Там же не только штраф по этой статье. Так вот, что для вас было лучше, общественные работы или заключения? Общественные работы там не предусмотрены по этой статье. Там только условная, либо штраф, либо заключение от двух до пяти. Да, честно говоря, любой вариант, какой они мне приготовили, я его готова принять. Опять же, пока я не готова принять, потому что есть еще шаги в части защиты. И мы их, конечно же, используем. То есть это апелляция в Краевой суд, это подготовятся документы в СПЧ, чтобы попробовать там как-то защитить себя, если здесь не увидят опять того, что есть по факту. Опять же, я не отрицаю, что я его коснулась пятой точки, давайте это будем так называть. И я за это готова ответить, не вопрос. Но я бы хотела, чтобы суд был честен и по отношению к полицейскому Данилову. Если он испытал физическую боль в голени, которой по факту касания не было, то это донос, за который тоже должна быть уголовная ответственность. Ну, в данном случае судебная система не стала, ну, скажем так, разбираться. Даже если бы она сегодня поменяла локацию касания, да, вот мы говорим о голени и пятой точке, можно было бы, в общем-то, как нормальному человеку переквалифицировать и сказать, что локация удара была. Все было вот так, и придраться сложно. Да, да, и все, можно было согласиться, успокоиться и здесь на этом месте разойтись. Ну, вот вашего коллегу по несчастью, можно так сказать, которого тоже приговорили, но к общественным работам, за участие в митинге несанкционированном, это Владимир Перекотий, у нас сейчас на связи. Мы узнаем его мнение. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, Ольга и Наталья. Владимир, скажите, а вас эта история чему научила? Вот вы сегодня в соцсетях написали, что вы готовы поучаствовать в сборе средств для выплаты штрафа, Наталья. А вы считаете, что надо это делать или нужно все-таки доказывать свою правоту? Это два параллельных процесса. У меня такая же ситуация, хотя, конечно, у Натальи она намного драматичнее. Я, Наталья, шлю поддержки, я сейчас в Новосибирске, шлю лучи поддержки, потому что эта хрупкая, мужественная женщина с маленькой собачкой привела вот к такой истории, которая вызывает противоречивые чувства. Во-первых, это чувство смеха, просто смешно, когда хрупкая женщина с собачкой, с маленькой, касается амбала в снаряге полной боевой, я не знаю, там он офицер или нет, и он говорит, что испытал боль в голени, хотя ему коснулись по попе, как я говорю своему семилетнему сыну. Во-вторых, это, конечно, мерзко, когда мужчина военный, о какой здесь чести можно говорить. И так, впрочем, кстати, и о суде, и о губернаторе, и о мэрии, и о депутатах, которые смотрят на вот эту вот абсолютно бредовую историю и молчат все. Мне кажется, у нас в городе все меньше и меньше мужчин стало в свое время, Ваша Мария, так сказала. А по поводу отработки, мне присудили, 30 часов отработки, я их отработаю, конечно. За второй митинг мне присудили 10 тысяч рублей штрафа. Я их оплачу, конечно, но мы все будем опротестовывать. И правильно Наталья делает, что протестовывает, потому что придет время, когда военный, вернее, полицейский Данилов ответит за ложь, клевету по поводу испытанной боли в голени, которой быть, конечно же, не могло. Ясно, спасибо большое. Это был Владимир Перекотик, которого приговорили к общественным работам за участие в митинге. А вы скажите, вот вы сегодня написали, что сумма в 150 тысяч, плюс 20 тысяч за моральный вред, эта сумма для вас неподъемная. Что вы намерены делать? Ну, собирать эту сумму как минимум. То есть будем договариваться, может быть, с приставами, чтобы это было по частям. То есть какие-то выходы же все равно должны. Судья посчитала, что я в состоянии осилить эту сумму, учитывая, что моя зарплата порядка 18 тысяч в месяц. Ну, значит, и будем платить там в течение двух-трех лет. Подожди. Наталья, перебью вас. Мне только что сказали, что Владимир Перекотик еще хочет что-то добавить. Мы слушаем вас. Да, я забыл, извините, пожалуйста, я забыл добавить, что я написал, что, мне кажется, нормальные люди должны скинуться денежкой, потому что 150 тысяч рублей – это приличная, в общем, сумма. Это не 10 тысяч, как у меня. Поэтому Наталья сама не хочет публиковать счет карточки своей, потому что и стыдно, и стесняется, и неловко. А я считаю, что нормальные люди должны перечислить ей деньги, чтобы она спокойно, без потерь для своего семейного бюджета, оплатила этот идиотский штраф за эти странности. Наталья, я опубликую, и у меня на странице в Фейсбук есть номер ее карты. Я считаю, должны перечислить. Владимир, еще вопрос. Вы сегодня написали о том, что вы готовы это сделать. Насколько я поняла, вы это уже сделали. Да, я перевел, конечно. Спасибо большое. Странно, что сразу забыли про это сказать. Но, тем не менее, вы готовы принять вот эту помощь от людей? Да, я готова это принять. И если у нас получится с апелляцией, я, конечно, перепишу, кто мне отправил. Если получится с апелляцией вернуть эти деньги, я с удовольствием их потом верну. И мы, может быть, даже это все отметим. И я бы хотела сказать, что хотелось бы, чтобы почувствовал свою вину не только Данилов, но и Следственный комитет, который в рамках следствия не смог в этом разобраться. Почему он не смог разобраться, большой вопрос. Либо в рамках своей компетенции, то есть некомпетентной, и не смогли этого увидеть, хотя были видео, даже те, которые были предоставлены полицией, те, что были в СМИ, все видели, куда был удар. И в рамках следствия можно было это сделать красиво, по большому счету. Но они этого не увидели, почему-то решили апеллировать к этой голени. Откуда она взялась, вообще непонятно. Хотелось бы также, чтобы за свою некомпетентность ответила и прокуратура, которая работает в этой связке, которая проверила это обвинение, которое подготовило следствие, и ничего там не увидела, и вынесла вот такой вот приговор на 170, просили тысяч. И очень много было вот в рамках судебного расследования, было очень много апелляций, которые мы просили судью, чтобы она взяла во внимание. Было много ошибок, которые в рамках следствия, там и грамматических ошибок, и несовпадений, и искаженные те показания, которым были. Ничего не было взято во внимание. То есть приговор вот был, как она вот сегодня зачитала. Это удивило меня, что и судье, кстати, тоже большой вопрос к судье, почему она не увидела, что совершенно другая локация касания, и все-таки приняла решение по голени. Хотя, в принципе, у меня есть в этой части мысль, почему она так решила. Потому что даже если поменять локацию, да, что я коснулась его пятой точки, то сразу возникает вопрос, а откуда тогда 28 раз в материалах дела появляется физическая боль в голени. Соответственно, и цепочка начинает сыпаться. Поэтому она упорно сегодня говорила, что мы осуждаем подоляк за голень. Вы собираетесь переговор обжаловать и утверждаете, что не надеетесь на справедливость при этом? А на что надеетесь? Я надеюсь на резонанс. Спасибо вам, СМИ, спасибо Володе, что он эту ситуацию. Спасибо тем людям, кто поддерживает эту информацию, обсуждает. Потому что в рамках обсуждения мы с вами занимаемся просвещением. То есть вот сегодня я попала в эту ситуацию, завтра попали мальчишки 5 числа, которые ничего не ломали, не крушили, которые просто выражали свой протест, выражали свое недовольство той ситуации, которая происходит. Причем они переживали это на тот момент больше за взрослых людей, которые пенсионные... То есть им-то до этой пенсии далеко. Они вышли за нас постоять. Какие прогнозы дают ваши юристы? И вот вы говорили уже про Европейский суд по правам человека. Возможно ли реально такое развитие событий? И у нас в России непрецедентное право, но тем не менее мировая практика о чем говорит? Ну, мировая практика говорит о том, что подавать, конечно, можно. Есть решение, но это там по 2-3 года тянется. И возможно, что апелляция будет, и деньги заставят государство платить. То есть, опять же, будут платить бюджетные деньги, возвращать, если что-то удастся доказать через Европейский суд. Делать нужно, нужно бороться, потому что бездействие позволяет вот таким полицейским чинить доносы, чинить беспредел, то, что произошло с Федором. По Федору эта ситуация, ведь не возбуждено уголовное дело. Хотя есть фактическая справка о наличии черепно-мозговой травмы. Но у нас практически заканчивается время. И последний вопрос. Вот вы будете продолжать ходить на митинги, и как на это реагируют ваши близкие и коллеги? Близкие к этому уже смирились, потому что они поняли, что другого пути у меня просто нет. Ходить, конечно, буду. Но путь уже выбран давно. То есть, я потеряла работу в Сибирском федеральном университете из-за этого. Спасибо коммерческому вузу Сибуб, который на сегодняшний момент, где я работаю, и кто готов поддержать и оставить меня. Кстати, по 318-й статье мы с адвокатом все посмотрели, и он сказал, что я могу работать. То есть, профессию я в этой части не потеряю. Это, кстати, очень большая радость. Спасибо большое вам, удачи в отстаивании справедливости. Я напомню нашим зрителям, сегодня в эфире программы «После новостей» была общественница Наталья Подоляк. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин